один намного быстрее колонизировал субстрат чем 80 значит получается что и то же самое приблизительно будет происходить если мы посеем его на блоге вот так что хорошая такая вот серия относительно вот характеристик по моему я уже ответил на на все вопросы больше не задавайте да больше не задавайте смотрите видео и вопрос если я что-то забыл понимаешь вот то что я говорю это скорее всего ну не скорее всего это мое мнение оно может быть моим субъективным мнением у кого-то может на этот счет есть какое-то или другое мнение или есть что добавить к этому мнению так к этому всему вот очень хорошая публикация будет называться вешенка характеристика штаммов и вот там внизу вот кто имеет опыт выращивания там других каких-то штаммов то пожалуйста там пишите добавляйте комментируйте дополняйте то что я забыл или там что-то исправляете может я что-то ошибся про шиитаке шиитаке они тоже бывают разные ну что я скажу я в основном занимался вообще вешенками то есть было бы с моей стороны нечестно там особенно там углубляться выращивание шиитаке то есть опыт выращивания и принципиальное понимание как это делается есть но особо чтобы я занимался в этом направлении такого сильно нету грибы естественно заморочены растет сам гриб очень долго вот самая инкубация происходит приблизительно месяца два тот кто говорит что она происходит там за 18 дней это за 18 дней она может происходить как китайцы делают это в литровой баночке там где 800 грамм субстрата там да там может быть за 18 дней она там может так происходить еще в зависимости от инокуляции там активности и всего остального но если делать стандартно блок приблизительно два там два с половиной килограмма как стандартно оно как-то выращивается то есть ну что более так применимо в промышленных каких-то условиях там с баночками играться это вообще отдельная целая свадьба затачивать под маленькими такими до затачивать технологию под вот эти банки это дорогого стоит это вот это автоклавирование это стекло которое надо мыть которое это ну слишком это все сложно мне кажется что если вот шиитаке разбираться то нужно вести поиск направлений пластиковых пакетов каких-то усредненных блоков там в районе там полтора два килограмма вот и значит шиитаке сам по себе что он делает он гриб который четко занимается тем что сначала колонизирует потом растет ширину и потом начинает весь субстрат перелопачивать перерабатывать ферментировать под себя до тех пор пока он это все не переферментирует до тех пор пока полифенол вот это оксидаза пока он не станет черным никаких грибов давать не будет и тот кто говорит что он какие-то грибы там кого-то быстро зависит от мицель суть суть не в этом суть в том что ему нужен очень длительный процесс переработки вот и самого материал перестроить его полностью своими ферментами переделать его все под себя и вот когда он это все собрал вот этот конструктор он тогда вот только разводится гривами значит будут расти долго соответственно помещение занимаются долго если это зимой зимой вообще наших широтах его не выращивать потому что греть при наших то энергозатратах сейчас это вообще не рационально они золотые получаются вот эти грибы потом их надо же соответственно эти деньги вернуть продать по каких-то колоссальных ценах которые соответственно потребитель очень узкий контингент людей которые могут себе позволить такой дороговизм ну и получается гриппу где-то на матерских держится фактически там на матерском какого-то выращивания кто-то сам для себя или там кто-то купил где-то блог у кого-то посмотрел порадовался но чтобы в промышленных масштабах кто-то у нас выращивал грипп допустим если он франции стоит там 17 18 евро ну это одно если у нас за него там поставить хотя бы 3-4 доллара от стоимости ну и никто давно везде какие-то экономические условия да а его реально розничная стоимость приблизительно где-то европейская там 17 18 евро за 17 18 евро у нас бы его выращивать а за ну да то есть ну вот такое такое относительно ну что это что еще стоит рейши например рейши это вообще лечебный грипп он не как не съедобный то есть готовить его а 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 Продолжение следует...